Суд над активистами алматинского движения «Окупай педофилей» проходит в закрытом режиме, так как одна из обвиняемых – несовершеннолетняя девушка. На скамье подсудимых Роман Матвиенко, его падчерица и еще двое парней. Всех четверых обвиняют в вымогательстве. Имеются ли у вас при себе незаконно хранящиеся наркотические средства, оружие, денежные средства, добытые незаконным путем? Если имеются, так и вы, вам предлагается добровольно выдать их. Нет ничего подобного. Это кадры задержания борцов с извращенцами. По официальной версии обвинения, они знакомились в соцсетях с педофилами и гомосексуалистами. Приглашали их на квартиру, снимали на камеру признание, а затем вымогали деньги. Ребята были задержаны с поличным. Потерпевший им передавал деньги в размере 200 долларов США и 10 тысяч тенге. И в это время они были задержаны в квартире. Движение «Окупай педофиля» и «В Алматы» появилось в феврале этого года. У них есть своя страница в интернете, где от лица детей парни знакомятся с педофилами и назначают им встречи. Затем проводят так называемые разъяснительные беседы и выкладывают видео в интернет. Страна должна знать своих героев. А как ты будешь одеть? Как я тебя узнаю? В апреле это делать тоже. Хорошо. Давай, до встречи. В апреле Романа Матвиенко и еще одного активиста «Окупай педофиля» Азамата Калкаева уже судили. По статье «Хулиганство». После одной такой записи главный герой видео смог доказать, что сексуальная переписка велась совсем другим человеком с другого IP-адреса. Дело закончилось примирением сторон. Для официальных органов такая профилактика борьбы со сластолюбцами вне закона. Однако сам лидер борцов с педофилами в нескольких интервью говорил, что с пойманными извращенцами лишь разговаривают и даже предлагают помощь. Они нам клятвенно пообещали, что пойдут и обратятся к психологу, что сведут нас с этим психологом, к которому они обратились, предоставят нам справку, что они посещают психолога, и что обещали клятвенно, что все, они с этим завяжут, никогда этого делать больше не будут. В соседней России к движению «Окупай педофиля» отношение также неоднозначное. Лидер российских борцов с извращенцами Максим Марцинкевич по кличке Тесак известен как Скинхед. Два раза его судили за разжигание межнациональной розни. Казахстанский активист Роман Матвиенко опыта набирался именно у своих российских единомышленников. Чтобы педофил получил реальный срок, факт преступления должен быть доказан. То есть извращенец должен либо убить ребенка, либо надругаться на ним. К сожалению, профилактических мер практически не существует. Сегодня действия движения «Окупай педофиля» признали полностью незаконной. Его лидер Роман Матвиенко отправится в тюрьму на 4 года. Двое его единомышленников, здесь их называют подельниками, получили по 3 года и 6 месяцев лишения свободы. Евгения Сазонова, Константин Федяев, Алматы, Казахстан.